Девочка-пай Приветствую, дорогие друзья! С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. У нас новый объект в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. Здесь мы производим реконструкцию основного дома, крыши и гаражного комплекса. Кое-что перестраиваем, меняем конструкции, усиливаем. Здесь еще будут производиться работы, будут заливать фундамент, воздвигать стены. И мы потом это все накроем кровлей. И вот по двудам упадет. Понял? Идут у нас полным ходом демонтажные работы. Плюс параллельно здесь ведется отделка в доме. Много ценного оборудования. Крышу нам нужно демонтировать деликатно, чтобы все-таки дождь и осадки сейчас осень не шли, не затапливали дом. Основной участок кровли претерпит некоторые изменения конструкции. Вот мы демонтировали перфораторные железобетонные арки. Из старого демонтированного пиломатериала, который идет в утиль, мы используем старые доски в качестве строительных лесов. Установили практически на одну сторону крыши. И это хорошо. Пускай мои сборные металлические леса работают в другом месте. В двух зонах общей кровли, где по проекту предусмотрено изменение конфигурации крыши, мы демонтировали старую стропильную систему и построили новую в соответствии проекту. Снизу смонтировали пароизоляцию и нижнюю обрешетку для внутренней отделки нового мансардного помещения. Сверху утепляем базальтовыми плитами Rockwell с разбежкой и в натяг между стропилами. Толщина утепления будет 250 мм, что и исключит любые проблемы с теплопотерями. Прямо на утеплителе монтируем супердиффузионную мембрану, которая образует однослойную систему вентиляции подкройного пространства. Проверенный надежный материал. Эту пленку можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. Но в нашем случае лучше по горизонту. По требованию производителя, нахлёсты и стыки должны проклеиваться специальным двусторонним скотчем. На крови пленки имеется заводская разметка 10, 15, 20. Чем меньше угол ската крыши, тем больше должен быть нахлёст. В нашем случае работа производится на кровле со сложной геометрией. Там, где скаты крыши крутые, мы делаем нахлёст в 10 см. А там, где пологие, как здесь над балконом, делаем 20 см. Это полностью соответствует требованиям производителя. Накрыв скат гидроизоляцией, монтируем контрабрешётку повдоль стропильным ногам. Под бруском контрабрешётки 50 на 50 мы предварительно крепим уплотнительную ленту. Она надёжно затягивает отверстия вокруг гвоздя и исключит любые даже микропротечки. Меня часто спрашивают, можно ли обойтись без этой уплотнительной ленты. Конечно, можно, но с ней надёжнее. После того, как контрабрешётка смонтирована, ставим, собственно, обрешётку. У края карниза она будет сплошной. А дальше монтируем с разбегом 15 см. Фальцевая картина уже можно крепить на такую подготовленную поверхность. Но в нашем случае мы монтируем на обрешётку листы ОСБ. Под металлическими фальцевыми картинами обязательно должен быть подкладочный ковёр. Забор воздуха для вентиляции подкройного пространства будет осуществляться в зоне карниза, а выход потока воздуха будет в зоне конька. На краю карнизного свеса мы устанавливаем капельник конденсата, а лобовую доску прикрываем крашеным оцинкованным металлом в цвет кровли. Все необходимые доборные элементы, капельники, стартовые планки, декоративные и защитные элементы мы производим прямо тут, на объекте. Таким образом мы облегчаем наш труд, создаём приятный для восприятия стиль и экономим средства заказчика. Сделано у нас 3 четверти кровли под монтаж фальцевого покрытия. Производилось утепление кровли, монтаж гидроизоляционной мембраны. И в данный момент сейчас идут дожди, сырость, и даже в таком варианте кровля сухая, протечек нет. Реконструкции подвергнется и колпаки, и вент шахты. И будем мы это всё обходить металлом, доутеплим, всё полностью сделаем ревизию. Треть кровли подверглась изменению стропильной конструкции. Был открытый балкон, мы сделали над ним кровлю, и балкон стал частью спальни. Комната увеличилась. Вот как это выглядит снизу. За моей спиной спальня, вот это была капитальная стена. Вот это всё был открытый балкон. Но заказчик по новому дизайн-проекту решил увеличить площадь спальни. За счёт площади открытого балкона. Строилась стена больше двух метров, и на ней накладывалась металлическая конструкция, которая будет держать нашу кровлю. Чтобы убрать капитальную стену, которая здесь находилась, и не было как бы подпорок, стоек, стен, чтобы это пространство было свободное. И здесь будут устанавливаться стеклянные витражи. Как бы она будет открытая, воздушная. Увеличившуюся кровлю нам нужно соединить с основной. Мы справимся с этой задачей. Решали они такое. Кровлю нужно делать один раз и навсегда. Долговечность кровельного покрытия зависит не только от финишного слоя. Скажем, фальцевая кровля, понятно, что она долговечная, будет стоять и 50 лет. Но если у вас всё подкладочные слои сделаны из некачественных материалов, тяп-ляп, то хоть вы золотом покройте, всё это развалится, будет течь.